Говорят, что если на Земле произойдёт ядерная катастрофа, после неё останутся лишь тараканы. Проверить эту теорию пока человечеству, слава богу, не довелось. Однако ещё один удивительный факт о живучести тараканов был доказан уже давно. Тараканы действительно могут жить без головы неделями. Это жуткое свойство сводит с ума инсектофобов, а вот учёные от него просто в восторге. Ведь у тараканов нет кровяного давления, как у людей. У этих существ незамкнутая кровеносная система, в которой давление гораздо меньше. После того, как таракан теряет голову, кровь на месте среза просто свернётся, так что кровопотеря от отрубленной головы им не страшна, это во-первых. Во-вторых, дышат они через стигмы, маленькие отверстия в разных частях тела. Они направляют воздух непосредственно к тканям через трахеи, этот процесс не контролируется мозгом. Плюс к этому, этим насекомым не нужно переносить кислород через кровь. Но всё-таки, как же таракан будет существовать безо рта? Неужели он не захочет есть? Тут всё просто, тараканы являются пойкилотермами, то есть хладнокровными существами. Они нуждаются в гораздо меньшем количестве пищи, чем, например, люди. Поэтому если насекомое не заболеет или не будет съедено хищником, оно может спокойно жить несколько недель. Ну и, наконец, то, что принято считать главным в голове – мозг. Без него тело таракана также всё ещё может функционировать, выполняя простые функции и рефлексы. Всё дело в ганглиях – скоплениях нервной ткани, распределённых внутри каждого сегмента тела и способных выполнять основные нервные функции. Все эти особенности насекомого позволяют ему жить даже после отсечения головы. Казалось бы, после всего этого тараканов точно стоит записать в книгу монстров. Но на самом деле это не совсем справедливо по отношению к ним. Репутация мерзкого существа, отвратительного создания, которое питается мусором, не боится радиации и способна выживать в любых условиях – не более, чем миф. Менее 1% из 4800 известных нам видов тараканов могут причинить людям неприятности, однако при виде стасика мало кто готов изменить своё отношение к остальным 99%. Видов тараканов на Земле почти столько же, сколько видов млекопитающих. Согласитесь, не совсем справедливо списывать со счетов всех тараканов только из-за неприязни к 30 их видам. Тараканы обитают на всех континентах за исключением Антарктиды и в большинстве климатических зон, от тропических лесов до пустынь. В тропиках и на малых высотах, где постоянно держится высокая температура, разнообразие видов тараканов особо велико. Тем не менее некоторые из них способны жить и в более экстремальных условиях. Так, например, один из видов обитает только на горе Эверест на высоте более 5000 метров над уровнем моря. Самый маленький из известных нам видов – техасский муравьелюб из Северной Америки – в качестве жилища выбрал гнезда муравьев-листорезов. Его длина всего несколько миллиметров, и он выглядит крошечным даже на фоне своих хозяев. В отличие от него, огромный таракан Мегалоблатта может похвастаться невероятным размахом крыльев – более 18 сантиметров. Еще более крупным видом является гигантский таракан-носорог, обитающий в Австралии. Длина тела этого бескрылого таракана достигает 8 сантиметров, а вес – более 30 грамм. Может показаться опасным, но до людей ему нет дела – он питается только корой и опавшими листьями. Есть вот такие красавцы – шахматные тараканы. Есть двуххвостые тараканы, у которых на заднем конце тела есть два выступа – это церки. Есть вот такой пират с узором в форме черепа – таракан мертвая голова, он же Блаберус, он же Кубинский. Есть и лесной таракан, который питается листьями. А это – автомобильчик. Нетрудно догадаться, что свое название насекомые этого вида получили благодаря фарам на передней спинке. А это – азиатский таракан. Именно его считают прародителем всем известного персонажа – пруссака, он же рыжий, он же домашний таракан. Вообще, в российских домах прижились два вида тараканов – рыжие и черные. Встречаются еще американские и мебельные, но пока не так часто, как первые два. Рыжие тараканы стали нашими соседями с середины 18 века. Приехали с обозами русской армии, участвовавшей в семилетней войне, отчего и получили прозвище пруссаков. Любопытно, что в Пруссии их как раз зовут русскими, а во Франции – швабами. Рыжие тараканы, как оказалось, очень социальные насекомые, живут колониями достаточно большими. Если вы увидели у себя в доме одного, значит, где-то неподалеку прячутся еще примерно семь сотен. Черные тараканы – наши исконные соседи, живут с нами очень давно. Отлично чувствуют себя в деревенских домах и подвалах, но холодные зимы для них тяжкое испытание, и климат средней полосы России для них губителен. Любовь к сельскому образу жизни и конкуренция с более неприхотливыми пруссаками серьезно ударила по численности популяции. А тут еще и урбанизация с бетонным строительством. Хоть в красную книгу их заноси. Да-да, такие предложения уже звучат. Интересно, что термиты тоже тараканы. Правда, до 2018 года так не считали. До этого термитов относили к отряду термиты. А в 2018 году энтомологическое сообщество Америки переквалифицировало отряд термитов под отряд и поместило их под отряд таракановых вместо создания нового семейства. Многие виды тараканов исполняют схожие экологические роли. Они поедают разлагающиеся органические материалы, производя питательные вещества для других организмов. Для многих видов живых существ, в том числе некоторых людей, тараканы — это аппетитная закуска. Содержание белка в них в три раза больше, чем в курятине. Если есть желание отведать вкусняшку, добро пожаловать в Юго-Восточную Азию или Южную Америку за новыми вкусовыми ощущениями. Поэтому не мудрено, что разные виды тараканов научились по-своему искусно маскироваться, чтобы не стать чьим-то обедом или ужином. Банановые тараканы выбрали довольно нехитрый камуфляж зеленого цвета, помогающий им слиться с окружающей средой. Тараканы из рода Парисферус, чтобы защитить себя, сворачиваются в шар, как броненосцы. Представители рода Прозоплекта мимикрируют подбожьих коровок и, соответственно, имеют такую же броскую красно-черную окраску. Чтобы добиться округлой формы божьей коровки, этот таракан оборачивает задние крылья вокруг себя, как зонтик. Некоторые виды, например, тараканы-жуки, для защиты могут выпустить струю жидкости. А вот если потревожить мадагаскарского шипящего таракана, он издаст отпугивающий звук, предупреждающий о том, что связываться с ним не стоит. Неудивительно, что при таком богатом опыте выживания тараканы научились размножаться различными способами. В том, что касается разнообразия репродуктивной биологии, этой группе практически нет равных среди других насекомых. Для некоторых видов характерен такой способ размножения, как партеногенез. Самки производят на свет особей, совершенно идентичных себе, и для этого им не нужен ни самец, ни спаривание. У других видов самка, в зависимости от обстоятельств, может использовать как половую, так и бесполую модель размножения. Тем не менее, у большинства видов самка откладывает яйцевую капсулу. Некоторые просто оставляют ее, в то время как другие вынашивают эту капсулу в выводковой сумке, из которой впоследствии выходят личинки. Тараканы-жуки не имеют яйцевых капсул. Самка откладывает яйца непосредственно в выводковую сумку, где к ним поступает специальное питательное вещество, похожее на молоко. Это самый питательный и калорийный белок из всех известных. Благодаря этому на свет появляется хорошо развитое потомство. Этот белок так заинтересовал ученых, что они попытались воспроизвести эти кристаллы, которые по питательной ценности в четыре раза превосходят коровье молоко. Ну, фермы с доильными автоматами для тараканов пока еще не изобрели, поэтому сейчас исследователи разрабатывают способ, как секвенировать гены для производства тараканьего молока в лаборатории. Научные исследования вообще часто поражают своей странностью. Казалось бы, ну, кому придет в голову зажимать таракана в тисках и исследовать, с какой силой кусает его челюсть? Однако учеными из Кембриджского университета такая ерунда в голову пришла, и они выяснили, что сила укуса в 50 раз больше веса тараканьего тела. Оказывается, когда тараканы сталкиваются с жесткими материалами, они словно переключаются на пониженную передачу и используют расположенные в челюстях особые мышечные волокна, которые не используются при употреблении пищи. Помимо людей, у тараканов есть и другие враги. Например, укус изумрудной паразитической осы превращает здорового и активного таракашку в тупоголового зомби. Самки-осы делают кладку прямо в их тело, и личинки питаются от этого живого источника. Сами по себе осы намного мельче своей жертвы и используют тонкое длинное жало, чтобы для начала впрыснуть отравляющий коктейль прямо в тараканий мозг. Один укол, один зомби. Таракан не становится парализован полностью, но теряет способности прятаться и убегать. Тогда-то осай захватывает его понадежнее антеннами, откладывая яйцо в брюшную полость насекомого. Таракан остается малоподвижен, даже когда вылупившаяся личинка начинает съедать его изнутри. Весь процесс занимает 8 дней, после чего от жертвы остается практически пустая оболочка. Есть и другие охотники за тараканьими головами. Например, тело мадагаскарского таракана покрывает толстая хитиновая броня, но это ему не поможет отрое мелких агрессивных огненных муравьев. На этих кадрах беременная санка в предсмертных конвульсиях вытолкнула из матки огромный чехол аотеку, набитый яйцами, и муравьи быстренько вскрыли капсулу и бесцеремонно утащили содержимое к себе в кладовые. Несмотря на таких врагов, живучесть тараканов в противостоянии с человеком стала легендарной. Вот интересный факт. В 80-х появились препараты на основе вкусной для тараканов глюкозы с примесью ядов. Когда тараканы поняли, что их это убивает, они перестали есть смертоносную вкусняшку. Тараканы отвратили себя от сладкого в результате весьма скоротечной мутации, которая в свою очередь стала защитной реакцией на приманки. Насекомые каким-то загадочным образом сообразили, что они им вредны, и увязали вред со вкусом. В чем причина такой сообразительности? Ну, если честно, никто толком не знает. Ученые предполагают, что эти существа, которые существуют на Земле не одну сотню миллионов лет, смогли за это время накопить информацию о множестве вредных для их здоровья веществ. И накопленный эволюционный опыт помогает тараканам распознавать пищу и отличать безопасные субстанции от ядовитых. Для адаптации к отраве тараканам достаточно активировать старые гены. Плюс к этому в организмах этих насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, служащих противоядием для разных отрав. Эволюция тараканов стремительна. Они очень быстро мутируют, привыкая таким образом к любой новой отраве. Пара недель, и противоядие готово. Мутации главным образом затрагивают нервную систему тараканов, которая делает их все более непробиваемыми для молекул отравляющих веществ. Яды, которые еще вчера казались весьма эффективными, перестают в тараканов проникать. Становятся бесполезными. Могут даже служить им пищей. Выжившие тараканы передают полезные изменения последующим поколениям. В результате популяция наращивает резистентность, порою сразу к нескольким инсектицидам. Появляются даже супер-тараканы, для которых вообще нет ничего смертельного из имеющейся химии. Таких-то уж точно, только тапком. Только вот в последние годы не так мало людей задаются вопросом, если все таки, тараканы – практические генетические супергерои с антидотом в ДНК, куда же они исчезают? Ведь не только черных тараканов становится меньше, численность прусаков тоже уменьшается. Возможно, причина заключается в общем улучшении санитарной обстановки и появлением новых поколений инсектицидов. А может дело в применении современных красок, клеев и ремонтных материалов? Или они не выносят высокочастотные радиосигналы сотовой связи и вай-фай? Или наши продукты, перенасыщенные пищевыми добавками и консервантами, пришлись им не по вкусу? Как вы думаете? Пишите в комментариях. И до встречи в будущих выпусках на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok